Закон, наверное, в кратчайшую строку, надо принять ряд законов, которые бы гарантировали непривлечение к уголовной ответственности всех, кто... этих участников. Для того, чтобы, естественно, нет противостояния, необходимо еще целый ряд проблем с помощью государственного уровня, о которых, кстати, многие эти выступающие говорят. Первое. Нужно немедленно принять закон о местном перечленном. Это одна из возможностей нашим жителям на законных основаниях свободно определиться с позицией в вопросах важных и актуальных именно для конкретной территории. Этим власть новая докажет, что нововласть для них не быстрые слова. Второе. Русский язык не требует сказать статус «В». Второго государственного. И на этот рамк навсегда поставить церковь в этом вопросе. Для этого вопрос не должен делить нашу страну. Отличия регионов Украины должны стать общей государственной ценностью, способствующей ее соединениями. И последнее. Вы уже говорили, что жизнь уже давно доказала, что основной стабильности государства, даже в самые политические периоды государства, это есть место самоуправления. Вы начали эту работу. Я убежден, что как реальное изменить ситуацию в государстве, необходимо на деле выполнить то, что уже многие годы на словах продолжать все политики. Сделать местное управление самоуправления полноценным, эффективным и финансово обеспеченным. То есть способным полноценно обеспечить жизнедеятельность громад. Государство не раз затевало реформы самоуправления. Она как сильно основает только на бумаге. Цена вопроса очень велика. Сегодня речь идет не о доверии политикам, а о сохранении нашего государства. Поэтому прошу вас услышать, постараться по-человечески понять и совместными усилиями выйти в данную тупикацию. Спасибо. Стерёж, скажут у вас сегодня день на родине. Здравствуйте, Петрович. Такого цвета. Я надел. Микрофон, я надел. У него голос хороший, так скажут. Да нет, привет. Сверхонять, пожалуйста. Уважаемый Алексей Петрович, уважаемые коллеги. Для меня участие в таких встречах очень важно, потому что я представляю полутора Веломой город. И на самом деле я считаю, что я могу говорить от имени представленной громады, потому что я провел не одну встречу на предприятиях города, в высших учебных заведениях, на улицах города. Я хочу с вами поделиться то, что сейчас происходит. Ну, первое, я поддерживаю своих коллег в отношении их высказываний, то, что касается стабильности, то, что Украина – это унитарное государство. И Харьков не отличается от Донецка, потому что Харьков – территория Украины. И сразу хотел бы, чтобы мы в этом вопросе друг друга поняли, что нету среди нас здесь сепаратистов. И те, кто занимает сегодня определенные должности, что они делают что-либо для того, чтобы потом министр внутренних дел, знаете, через Фейсбук что-то говорил, что это сепаратисты. Я вам и в лоб сейчас скажу. Вот это и есть базиша, уважаемый премьер-министр, в части того, что вы хотите, чтобы мы были едины. И вы говорите, что мы авторитетные региональные лидеры, за которыми стоят трудовые коллективы, тысячи людей, которые занимаются жизнеобеспечением 7-минутно и ежечасно, жизнеобеспечением, жизнедеятельностью региона. А как мы можем работать, если, допустим, здесь даже, вы видите, толерантности нет? И последнее в этом вопросе, чтобы я снял. Скажите, как мы можем работать, если нас не сепаратируют без оснований? У нас не выплаты задолженности до 2013-х годов. В 2014-й год нам дали деньги, сказали, что нам нужна проверка КРУ. И это имитация, что нам дали деньги. Антикризисный закон приняли с учетом тех повышения налогов, которые люди пока сейчас еще не разобрались. Но я вам приведу один пример.